В 2016 году подготовку прибрежных зон отдыха к купальному сезону начали заблаговременно. Специалисты Главного управления МЧС России в Севастополе начали сбор заявок на постановку пляжей на учёт. Затем сотрудники ведомства приступят к техническому освидетельствованию территорий и выдаче допуска для безопасного плавания. Для тех, кто нарушит требования действующего законодательства, предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Спланировано обучение. В этом году уже более ответственно подходят должностные лица, те, которые отвечают за обучение матроса-спасателей. Спасатели в целом усилена группировка плавсредств спасателей города. Главное управление получает современную технику, которая будет находиться в акватории, которая будет готова, и она сейчас готова реагировать на те возможные чрезы, которые возникают, либо будут возникать на акватории города Севастополя». По словам специалистов, в 2015 году часть городских пляжей не были допущены к эксплуатации. Частично отсутствовали спасательные посты, медицинские пункты, границы заплыва и детские купели. В 2016-м правительство Севастополя поставило задачу не допустить подобных ошибок. Уже сейчас в городе формируют группы для обучения матросов-спасателей и прохождения курсов по гражданской обороне. Подготовка специалистов займет около месяца. Занятия пройдут в Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя по улице Советская, дом 24. «Первоочередные задачи, возложенные на нас, которые возложили, это обследование водной территории пляжей. Это подготовка матросов-спасателей, это проверка знаний, проверка имущества, оборудования спасательного к обеспечению летнего сезона». Согласно требованиям законодательства, держатели пляжей за счет собственных средств должны обеспечить прибрежную зону отдыха спасательным постом, сертифицированным оборудованием, организовать связь со спасательными станциями МЧС России, установить буи на расстоянии 25 метров друг от друга и не далее 50 метров от берега. Обязательное требование также – отсутствие на пляже маломерных судов. «Летом, конечно, не всегда бывает комфортно и приятно. Очень много мусора, конечно. Но для нас самих отдыхающих чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Власти не могут, хотя, может быть, и можно навести порядок, но только рублем, понимаете. Если нас вот таких нерадивых не наказывать, наверное, трудно приучить к порядку». «Где-то есть и нормальные такое побережье, вот эта сторона. Тут всегда, значит, народу битком. Где-то, если похуже, то с детками тут не покупаешься. Лежаки всегда платно, никогда никто не даст. Просто даже в конце дня приходишь с детьми, допустим, просто вечером там отдохнуть». «Я дело в том, что буквально недавно переехал с Краснодарского края, и мне как бы есть с чем сравнивать. Я дело в том, что жил как раз в городе Адлере, поэтому приехал. Конечно, для меня как бы сравнивать с чем, поэтому вижу, что здесь действительно на самом деле в таком плачевном состоянии все находится. Ну, как бы я думаю, что все равно, рано или поздно, но все-таки это поднимется. Городские власти должны действительно больше уделять этому вниманию. Все-таки это Севастополь, так вот все-таки, как говорится, федерального значения город». В конце апреля сотрудники МЧС России по Севастополю планируют провести показательные учения по спасению людей на воде, а также организации безопасного отдыха в период купального сезона. Анна Брачева, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя.